Меня зовут Питер, я приехал из Намибии, я учусь на химии. Математика это только цифры, английский это только язык, а тут мы что-то интересно делаем, это не просто нескучный предмет, мы не можем жить без наук, потому что все вокруг нас это наука, например в России на дороге зимой без химии, мы не бы знали как убрать снег из дороги, вот это один пример, а чистить воду, чтобы попить без химии, это невозможно тоже. Если они это не понимают, они будут сказать, что это скучно. Моя сестра училась в этом университете на медике, и она спросила, хочешь приехать в Россию? Я думал, другая страна, посмотрю, что там будет, и приехал. Я помню, иногда, ну вот первые месяцы я хотел, наверное, крем для тела купить, и куплю мыло. Да, такие ситуации были, или хочу, ну молоко, которое порошок, и куплю мука, потому что я ничего не понимаю, поэтому у меня вариантов не было, либо учиться, либо не знать, как с ними разговаривать. Да, я хочу, чтобы люди, все люди, чтобы честнее были. И я заметил, что в России это очень часто бывает, тут люди очень редко обманывают друг друга. Я могу тут телефон забывать, и когда приду, кто-то мне скажет, ты забыл телефон? Мама хотела, чтобы я учился на строительство. Я там один год был, и решил, я не хочу. Но когда я приехал, я сначала был инженер, а когда я заметил, что это не для меня, я приехал сюда и спросил просто, если, я не знал, что это точно есть. Я просто спросил, у вас есть? И сказали, да. Не все знают, что это возможно, просто учить химию в университете. Они просто думают, они просто делают, что слышат врачи, инженеры, вот самые популярные. Но есть люди, которые хотят заниматься химией, 100%, они просто не знают, что это возможно. Это химия, которой мы занимаемся, и показываем людей. И всегда интересно, когда дети, когда дети, они меня так смотрят, ааа, вау, иностранный человек, вот это, да. Она просто меня пригласила и сказала, ну, если мы это вместе делаем, будет более интересно, потому что будет русский человек и иностранный человек. И это правда, 100%. Они всегда, когда видят, что там иностранный человек, им более интересно, что он будет делать, почему он здесь, ну. Я хочу в какую-то лабораторию, но я не знаю, кем точно. В химии, там есть много разных работ, да. Но, если честно, я знаю, что студенты химиков, они много не знают, сколько у них вариантов работают. Конечно, в лаборатории, но в какой лаборатории, есть разные. Есть, где вода делают, есть, где еда проверяют, где лекарства, где даже батарейки. Ну, такие разные вещи. Я еще не знаю, какой именно. Первые друзья, которые я нашел, это в любительском лиге. Мои, которым со мной играли. Это были самые первые друзья, да. Я очень люблю футбол. Я всегда, все в моей жизни просто футбол. Смотрю футбол, в приставке играю в футбол. Это любовь. Я не могу тебе сказать, почему, спросить, почему ты любишь маму. Это просто, это просто чувство. Я с детства просто любил этот спорт. Я не знаю, почему. Я сейчас иногда работаю, и времени нет, чтобы играть. Но на выходные, если есть возможность, я тут, ну, с друзьями мы тут играем в зале или на поле играем. Но в футболе неважно, откуда человек. Если он умеет играть, все нормально будет. Потому что футбол, это тоже как язык. Поэтому даже, вначале я даже не понял русский язык, но мы говорили футбольный язык. Поэтому все нормально будет. Сто процентов. Это первое место, в котором я жил, кроме своей страны. Семь лет. Я не могу сказать, половина моей жизни, но это долго вообще. Я уже даже привык. Как сейчас, мне неприятно, что снег идет. Я не люблю зиму. Я могу сказать, что я когда-нибудь хочу приехать именно в Тамбово и купить себе дом. Даже если я тут не живу. Просто потому, что это тоже мое место. Я так чувствую, что это тоже мое место. Меня зовут Баранчиков Петр Александрович. Я магистр экологии первого курса, института естествознания. Я из семьи учителей. Изначально, направлено идя на биологию, я хотел, в дальнейшем планировал стать сначала учительным школой, а потом, чтобы мог преподавать в университете. Первое впечатление было, когда нас собрали в пятом корпусе, как раз пошли мы в зоологический музей. Увидел манекены всех животных. Достаточно было интересно и любопытно. В бакалавриатах я был биологом. Это наука, которая никогда не может быть на 100% изучена. Всегда, каждый момент будет новое открытие. Конечно, атмосферное постоянство в том или ином месте, в связи с экологией, оно меняется. И растения, которые были приспособны жить в этом месте, они могут просто-напросто уже не адаптироваться. Или наоборот, могут появиться другие растения, или животные особенно, которые никогда не встречались. Тема моей дипломной работы – это методика биологической исследования численности бобра обыкновенного. На мелких млекопитающих она еще не использовалась, то есть БПВА. Мы с Алексеем Валерьевичем Емельяновым ездили в Воронинский заповедник. В общем, ввели учет численности. Отмечали поселения и следы жизнедеятельности. И на данный момент летал самолет Суперкам С-100. В дальнейшем составлялся ортфотоплан местности, и уже по нему можно было определить следы обитания. Также он дал гораздо больше результатов. Некоторые засеки мы не видели, некоторые спели деревьев мы тоже не видели. Подходили к маленьким озерам, пробирались по веткам, по зарослям, по болотам. Реально там заливались сапоги просто. Это было интересно. Когда я переезжаю на какое-то новое место, когда реально природа, это очень красиво. Меня поражает и краски, и момент. И для меня главное поймать этот момент, запечатлеть себя в памяти. А на природе я гаджетом вообще не пользуюсь. Я его выключаю, я сообщаю, кому необходимо, что меня не будет, я уехал в то или иное место. И просто уже, как древние люди, занимаюсь тем, что у нас есть. Там, если сначала сбор палатки, разжигание костра, осмотр местности территории, пугание девчонок. И просто погружать в природу. Астрахань город мы посещали, и Баскунчак, озеро. И на своеобразной такой мини-пустыне были в одном, недалеко от Элистым. Мы там бегали и ловили ящериц. Было две ночевки на Архызе. Мы поднимались, два дня поднимались в горы. Чтобы заниматься наукой, я думаю, человек уже должен быть творческим. Он должен это в первую очередь любить. Он должен хотеть этим заниматься. У него должно быть желание. Если у него не будет, у него не будет ничего получаться. Одногруппница написала нам беседу, что требуется лаборант. Интересно, нужно попробовать. Там был номер, я позвонил, договорился о встрече и пришел. Это лаборатория наночастиц. Там до этого были до меня исследования влияния наночастиц на рост растений. Восстановка леса после пожара, то есть растение после обработки наночастицами, выращивания наночастиц, оно становится более приспособлено, оно становится более крепче. Оно, по-моему, даже немного прорастает быстрее. У меня тематика – учет численности животных при помощи БПЛА. Так происходит, что БПЛА, да, оно присутствует, оно актуальное, оно мне необходимо, чтобы это делать быстрее и качественнее. Но, тем не менее, у меня связано как раз с животными, с растениями тоже, может быть, связано это быть. А работа лаборантом – это уже другая сфера, это уже более… Это связано с микроорганизмами, с наночастицами, с такой структурой. Третья ступень, которую я хочу сейчас получить, это как раз заняться то, чем изначально пошел на первый курс в биологии – преподаванием. У меня был как-то опыт пару недель назад преподавания перед аудиторией. И стани студенты были, может, на год помладше меня. У меня дрожали руки, у меня немного даже голос почему-то дрожал. Приятно, когда слушают меня. А еще приятнее, когда видеть на выражениях у людей, что им интересно то, что ты рассказываешь. Но тот факт, что никто у меня не сидел в телефонах, мне было приятно, я думаю, что, может быть, что-то получилось. И я в дальнейшем хочу отработать этот навык, чтобы так же было интересно, как у тех преподавателей, которых я встречал в своей жизни. Но помимо преподавания я хочу еще и наукой заниматься. Ни в коем случае никогда не упускай момент, всегда сохраняй его. И если ты что-то действительно желаешь, иди к нему, несмотря на то, что будут тебя останавливать и что будут говорить. Субтитры сделал DimaTorzok